Министерство обороны Китая отрицает обвинение в том, что армия КНР участвует в международных кибератаках. Такое заявление оно сделало после того, как американская компания по интернет-безопасности выпустила отчёт, в котором обвинила власти Китая в кибершпионаже. Китайское государственное телевидение CCTV в среду озвучило заявление от имени военных, сказав, цитата, «Китайская армия никогда не поддерживала какую-либо хакерскую деятельность». Однако ранее, в июле 2011 года, этот же телеканал показал документальный фильм, который доказывает обратное. Он рассказывает о военных технологиях китайского режима, а конкретнее о кибератаках, используемых в военных операциях. На этих кадрах военный эксперт рассказывает о так называемых жёстких и мягких тактиках, например, заражение систем троянскими вирусами или использование злонамеренных компьютерных программ типа логической бомбы, которые выводят системы из строя. Потом появляется специальное программное обеспечение, разработанное Университетом электроники и инженерии Китайской народно-освободительной армии. В нём можно увидеть список расположенных в США веб-сайтов о Фулуньгун – духовной практике, которую в КНР преследуют с 1999 года. Оператор выбирает один из сайтов Фулуньгун – minhui.org, потом нажимает на кнопку «Атаковать». Во вторник Белый дом объявил, что его давно беспокоят кибератаки со стороны китайских военных. «Мы постоянно выражали обеспокоенность по поводу кибершпионажа во время встреч на высшем уровне с китайскими чиновниками, включая военных. И мы будем продолжать это делать. Это большая проблема. Президент над этим давно работает, а также призывает Конгресс принять меры». Напомним, во вторник американская компания по кибербезопасности Мандиант обвинила секретное подразделение китайской армии в кибершпионаже. Согласно отчёту на 60 страницах, с 2006 года компания зафиксировала более 140 атак. 90% из них шли из района Пудун в Шанхае. Как выяснилось, источником атак был главный офис подразделения номер 61-398 китайской армии. Об этом подразделении практически ничего не известно. Однако есть подозрение, что его главной задачей является именно кибершпионаж. По данным Мандиант, это подразделение проводило постоянные атаки на многочисленные компании и организации, в основном расположенные в США. В результате атак были украдены терабайты данных. Ранее правительство США уже обвиняло Китай в санкционированном государством киберпохищении интеллектуальной собственности. Как полагают, эти кражи стоили американским компаниям миллионов долларов.